Ирина Пирогова решила на радость горожанам организовать, скажем так, общественное движение, которое должно создавать потерянное новогоднее настроение. Каждый участник акции выступает в двух ролях. Он же Дед Мороз и он же внученька. В тот момент, когда я дарю свой подарок своей внученьке, она превращается в Деда Мороза и дарит свой подарок своей внученьке. В этом-то и заключается суть акции анонимных Дедов Морозов. Акция в Рязани проходит впервые и пока что на призыв Ирины откликнулось несколько десятков человек. Специально для потенциальных участников было создано сообщество в соцсети ВКонтакте, в котором организаторы акции разобьют их по парам. Самое главное, что никто из них не должен знать своего Деда Мороза. Захотелось подарить людям радость, дать им возможность побыть хотя бы на пять минут волшебник. Хотелось, чтобы они больше улыбались. Затея для тех, кто уже вырос и продолжает верить в чудеса. Возможно, появится команда, которая будет разносить подарки по участникам клуба. Главное, что каждый должен вручить и получить что-то ценное. Поэтому участники акции должны отнестись к выбору президента с душой. Взрослым людям часто не хватает новогоднего настроения. Хочется себе его поднять таким образом. И в Рязани эта акция проходит первый раз. Вот очень интересно поучаствовать. На Западе это называется «Тайны Санта». Традиция дарить друг другу небольшие анонимные подарки на Новый год и Рождество зародилась в странах Содружества. И по сей день популярна в Великобритании, Канаде, Австралии и США. В России же данное движение только набирает обороты. В этом году присоединился и наш город. И как отмечают участники клубов анонимных Дедов Морозов, в других городах порой дарить подарки приятнее, чем их получать. Иван Крестьянинов, Денис Беляев, телекомпания «Город».